1963 год. В Карганде, в доме номер 40 по бульвару Мира, открылся городской туристический клуб. Здесь состоялась конференция любителей этого увлекательного вида спорта. Было выбрано правление клуба. Председателем избран Ростислав Мерцалов, опытный турист, сотрудник каргандинского научно-исследовательского угольного института. Правление уже наметило план мероприятий по развитию туризма в городе. Клуб открыт для всех по средам с 6 часов вечера. Тур-клуб в Карганде появился в 1963, однако туризм в шахтерской столице стал развиваться раньше, еще в послевоенные годы. В 1947 преподаватель горного техникума Николай Пагануцци открывает секцию туризма. К слову, Николай Валентинович имел значок мастера спорта по этому виду за номером 13, это по всему СССР. Уже с 1954 года проводились слеты туристов в горах Бергут, район станции Дарья. В те годы по всей стране создавались турбазы, развивались новые виды, автомототуризм, спелеотуризм, путешествия в туристических поездах, на туристских теплоходах. В историю Каргандинского клуба туристов навсегда вошли имена Александра Левина, Глеба Айгистова, Григория Голуба, Николая Рекубратского, Юрия Попова, Сергея Кистанова, многих-многих других энтузиастов и популяризаторов этого вида спорта. Клуб во всесоюзном соревновании, это в СССР, дважды занимал первое место. Наши туристы были чемпионами в классе сложных горных походов, руководитель Викобрадский, в классе велосипедных походов, руководитель Анучин, это чемпион СССР. Тогда это было очень интересно, почему Караганда, где-то там в Москве не все знали, и вдруг чемпионы СССР. С другой стороны, надо отдать должное, что Караганда уникальный город, и, конечно, все, что люди в нем делали, как-то вот все удавалось. Первый председатель правления был Мерцалов, последующим директор Книуин, угольного института. Организовали передачи на телевидении, вот на телевидении у нас в 75-м году был создан клуб туристов, первым его ведущим был Попов Юрий Григорьевич, известный краевед. Надо отдать должное клубу, активу клуба. Мы что делали? Мы находили хороший маршрут, необычный маршрут, то есть до этого он никогда не пользовался, скажем так, и не знали его. Его проходили, и потом туристы остальные узнавали, и кому это нравилось, они его повторяли. И таким образом мы расширяли сильную географию. То есть вот у нас поначалу это горные, допустим, походы были в Теншай. Близко, удобно. Николай Валентинович открыл Памир, и, конечно, все пошли в фаны. И до сих пор мечта многих наших горников сходить в фаны. Водные туристы. У нас, ну как, было несколько маршрутов традиционно. Это река Хамсара, скажем там, в Саянах и так далее. И мы делали что? Мы находили новый интересный маршрут, его проходили, и потом я называл это, давайте сманим наших туристов на новые маршруты. И вот мы открыли Забайкалье, допустим, река Чая, значит, практически наши туристы, водники прошли все сложные реки Саян. Это пятая, шестая категория. Бессловно, мы прошли многие маршруты по Казахстану. И вот я вам скажу, что клуб был инициатором, и даже уже в наше время новое, мы продолжаем это дело, экспедицию «Моя Родина, Казахстан». Это походы молодежи и студентов по новым районам. Мы проехали весь Казахстан. Вот у меня иногда спрашивают, а что ты знаешь о Казахстане? Я говорю, я вот, например, знаю, где родился Абай. Я был на месте подземных атомных взрывов в Дагилене. Мы открыли продолжение пещеры Каныр-Аулие в Восточном Казахстане. То есть, если человек в активном походе не побывает, не поймет, что это такое, он за пределы пикника не выйдет никогда. То есть, знаете, о чем я говорю. И вот проблема пикников сейчас достаточно острая. И, с другой стороны, вот это общение в сложных условиях, скажем, отделенных от цивилизации, создают уникальное общение. Оно такое наше, туристское. Мы не особо даже инораз распространяемся. Это общение вообще между членами группы. Особое отношение мужчина-женщина. И они такие вот уникальные, они такие дорогие для нас, что мы, кстати, это храним. То есть, мы проанализировали, у нас выяснилось, что активы очень много, около тысячи человек. Это практически одна семья. И внутри тоже семьи, которые познакомились в походах, скажем так, или оба туристы. И сейчас их внуки уже туристы. Ребенок родился, и турист его старается быстрее вывезти, потому что он же не дает ездить. И у нас рекорд был три месяца ребенку. Это, ну, скажем так, начало мая, представляете, и прохладно, и холодно. Вот у нас был случай даже, есть где-то фотографии, стоит корыто, на солнце греется вода для того, чтобы покупать маленького туристенка, который у нас есть. Конечно, эти дети были закаленные, более приспособленные к жизни. Меня знают по шапочке, в которой я, так сказать, хожу по ходу на соревнованиях. Вязаная шапочка. Она у меня 68-го года. Вот как я начал ходить по ходу, я все время в ней хожу. Ну, конечно, она уже поменялась. Вяжется, у нее коричневатый, зеленоватый вот такой оттенок. И вот мне бабушка, значит, меняла шапочку и сделала черный. Вот, это самое. И, конечно, я в ней поехал, все нормально. Вот первый, первым порогом, сложный порог, опасный. Вот, я так, эта черная шапочка, что-то я ее снял и положил рюкзак на дно. Я ее потом привез, все. И вот она у меня спрашивала, говорит, ну как Сережа шапочку одевал? Все, я как-то так замялся, она говорит, черный цвет. Наверное, ты в пороге в ней не ходил. Туризм – это ведь не только активный отдых, но и рассказ о нашей стране, о ее достижениях. Вот и у нас в области разработали туристские маршруты, бронзовое кольцо Сырой Арки, бронза Скифских гор, Казаларай – высота и древность, Лотау – колыбель нации. Люби и знай свой край. Туризм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова